Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник География России, природа и население, 8 класс, за авторством Алексеева, Незопцева, Ким, УМК Климановой. Параграф 4. Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Территория России исторически начала складываться за счет расширения московского княжества. Вначале путем присоединения других русских княжеств, а затем присоединения земель, населенных другими народами или очень слабо заселенных. Присоединение новых земель к московскому княжеству, а впоследствии к русскому государству, влекло за собой их заселение русскими, строительство новых городов, укрепленных центров, организацию сбора дань из местного населения. В течение почти шести веков, с 14 по 20 век, история России состояла в том, что происходило постоянное расширение ее территории. По словам знаменитого русского историка Василия Осиповича Ключевского, история России – это история страны, которая колонизируется. Здесь особенность этой фразы в том, что, как правило, европейские страны колонизировали какие-то территории на других континентах. Уникальность России в том, что Россия колонизировала территорию рядом с собой, на своих границах. То есть, как бы не было вот отдельно метрополия, развитая территория, и отдельно какие-то далекие, неразвитые окраины. Нет, на Руси, конечно, так можно сказать, но, в отличие от европейцев, Франции, Британии, Германии, у которых территории были в Африке, где-то в Азии, в Америке, то есть очень далеко, У России вся территория была единым таким абсолютно куском, и между всей этой территорией можно было построить железную дорогу. Это, в итоге, собственно говоря, и сохранило всю территорию России как единой, а всякие колониальные империи, они распались. Сохранились только всякие мелкие острова, и все. Менялось только направление и форма этой колонизации, точнее, освоение. Освоение. Начиная с 12 века, вначале новгородцы, а затем и москвичи, активно осваивали север европейской России, смешиваясь с местными угрофинскими племенами, которые постепенно перенимали русский язык и более развитую культуру переселенцев. Ословянивались и растворялись среди них. Однако и русские учились у коренных народов навыкам природопользования, умению выживать в суровых условиях севера. На побережье Белого моря постепенно сложилась специфическая группа русского народа. Поморы, которые занимались рыболовством, охотой на морского зверя, совершали дальние морские переходы. Поморы были первыми исследователями морей Северного Ледовитого океана, который они называли Студеным морем. Ими был открыт Шпицберген, сейчас этот архипелаг так называется, а раньше назывался Грумонт, и очень многие другие северные острова. Как происходило присоединение восточных территорий? В XVI веке, после присоединения Казанского и Астраханского ханств, Россия перестает быть почти чисто русским и славянским государством. В ее состав входят многочисленные народы, исповедующие ислам. Присоединение обоих ханств позволило России очень быстро расшириться на восток. В 1581 году начинается знаменитый поход Ермака, и уже к 1639 году русский отряд Ивана Москвитина выходит к берегам Охотского моря, а это к берегам Тихому океану. Огромная территория была пройдена русскими землепроходцами и закреплена ими за Россией всего за 58 лет. Сибирские народы платили дань ЯСАК русскому правительству мехами, которые составляли один из главных предметов российского экспорта и источник доходов для казны. Поэтому прежде всего землепроходцы стремились закрепиться в лесной зоне. Освоение пригодных для сельского хозяйства лесостепных и степных районов Сибири началось гораздо позднее, в 18-19 веках, особенно активно после строительства Транссибирской железнодорожной магистрали на рубеже 19-20 веков. На юге Дальнего Востока, на берегах Амура, в середине 17 века русские столкнулись с Китайской империей, в которой тогда правила Маньчжурская династия. И в результате Нерчинского договора 1689 года граница российских владений была отодвинута к северу, примерно по Становому хребту до Охотского моря. Расширение российских территорий продолжалось на северо-востоке Евразии. В 1741 году экспедиция Витуса Беринга и Алексея Черикова открывает Аляску, полуостров на Северной Америке, а в 1784 году там создается первое русское поселение. Как происходило присоединение южных территорий? Одновременно с быстрым продвижением на восток московское государство медленно, но неуклонно расширяло свои границы и на юг, в зону лесостепей и степей, где до монголо-татарского нашествия существовали русские города и села. Впоследствии подавляющее большинство их было уничтожено, и эта территория стала именоваться Диким Полем, которое использовалось почти исключительно как пастбище кочевников. Дикое поле еще в конце 15 века начиналось сразу за Окой. Московские князья приступили к укреплению Окского рубежа. Построили крепости в Серпухове, Коломне, затем в Зарайске, Туле, укрепленные цепочки крепостей и засек завалов в лесу непроходимых для конницы. А на открытых местах земляных валов и деревянных стен постепенно строились все южнее и южнее. Окончательно южная часть Европейской России была защищена от набегов в конце 18 века, когда после нескольких русско-турецких войн Россия вышла на побережье Черного моря от Днестра и до Кавказских гор. На вновь присоединенные плодородные земли Новороссии, это территория на юге Украины, и плюс Северный Кавказ, хлынули страдавшие от новоземелья крестьяне, переселенцы из центральных губерний. Особенно усилился этот поток после отмены крепостного права. И многие из вас могут задаться вопросом, а зачем Россия шла на юг? Очень просто. У России не было выбора, потому что с юга постоянно в грабительские набеги приходили кочевники. То есть у России был выбор либо бесконечно терпеть на огромных территориях постоянные набеги кочевников, либо наконец уничтожить этих кочевников и навести порядок на своей территории. То есть если бы не было этих набегов кочевников, возможно Россия на юг особо бы и не двигалась. И здесь вот рисунок 11, и нас спрашивают, используя рисунки 11 и 12, сравните территории СССР в 1945 году и Российской империи в 1913 году. Какие территории СССР приобрел, а какие потерял? Ну, по сути дела, речь будет идти только о западных границах. В состав Российской империи входила большая часть Польши и Финляндия. То есть две вот эти территории входили в состав Российской империи. В составе Советского Союза Финляндии и Польши не было. Польша и Финляндия были независимыми государствами. Но в 1945 году Советский Союз, помимо всего прочего, получил Восточную Пруссию, то есть нынешний Калининград. В составе Российской империи эта территория была только один раз. Это было в 18 веке. И эта территория пробыла в составе империи совсем недолго. К тому же, если брать 1913 год, то Сахалин, только половина Сахалина была в составе Российской империи в 1913 году из-за поражения империи в русско-японской войне. Естественно, что в 1945 году в составе Советского Союза был весь Сахалин и еще и Курильские острова в полном объеме. Это были серьезные приобретения на Востоке. Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? На юге Дальнего Востока Россия в 1858-1860 годах присоединила слабо заселенные земли Преамурья и Приморья, и граница приобрела современные очертания. В 1898 году Россия получила в аренду на юге Маньчжурии Квантунский полуостров, где на берегах Желтого моря начали быстрыми темпами возводиться военно-морская база Порт-Артур и торговый порт Дальний. И право на постройку на территории Маньчжурии железных дорог получила Россия. В Порт-Артуре, ставшем вместо Владивостока основной базой Тихоокеанского флота, базировалась мощная военная эскадра. Но поражение в русско-японской войне ограничило российское присутствие в Маньчжурии лишь китайско-восточной железной дорогой КВЖД, соединявшей по кратчайшему пути Читуй-Владивосток. Окончательно она была передана Китаю в 1956 году Хрущевым, который раздавал русские земли направо и налево, как хотел. Чем закончился период расширения территории государства? Во второй половине XIX века продолжалось расширение России в южном направлении. Окончание Кавказских войн с горцами в 1864 году позволило закрепить за Россией Кавказ и Черноморское побережье. В Центральной Азии границы России были расширены до пределов Персии и Афганистана. Потрясения Первой мировой войны и русских революций привели к распаду Российской империи, но затем большая часть входивших в нее территорий объединилась в форме СССР. Распад СССР в 1991 году привел к тому, что границы бывших союзных республик, которые в свое время, в 1920-30-х годах, устанавливались как чисто административные, неожиданно стали государственными и разделили многие народы, привыкшие в течение длительного времени жить в едином государстве. В первые десятилетия советской власти продолжался процесс заселения русскими национальных окраин СССР, но в 1970-х годах наметилась возвратная миграция русских из союзных республик СССР. И причины будут рассматрены в других параграфах. Распад СССР резко усилил эти процессы. Началось сокращение территорий, заселенных русским народом. В марте 2014 года, на основании результатов референдума, в состав России вернулись два новых субъекта федерации Республика Крым и город Севастополь, которые абсолютно незаконно находились в составе Украины. Хрущев попросту отдал эти русские земли Украине еще во времена СССР. Причем, говоря отдал, я говорю, что он отдал, написал какую-то бумажку и сказал, забирайте. Вот просто ему так захотелось. И все. Поэтому, так сказать, пребывание этих территорий в составе Украины было незаконным, а вот возвращение их было абсолютно оправданным. То есть это было не присоединение. Это было возвращение русских земель обратно в Россию. Выводы. Со времен Московского княжества до начала 20 века происходило расширение территории России, присоединение новых земель, главным образом на севере, востоке и юге, и заселение их русскими. Новых земель на Западе присоединено было гораздо меньше, потому что Россия испытывала сильное сопротивление других держав, и их заселение русскими почти не происходило, поскольку эти земли уже были плотно заселены другими народами. В конце 19-го, начале 20-го века, России пришлось отступиться от некоторых территорий. В результате событий 1917 года Российская империя распалась, но вскоре снова была объединена в виде Союза Советских Социалистических Республик. Однако в 1991 году, расколовшись по границам союзных республик, Советский Союз распался. Вопрос их задания. Прочитайте текст параграфа, выпишите незнакомые слова и поясните их значение. Что ж, слова были такие. Например, миграция – это перемещение или переселение. Поморы – это небольшая по численности, но очень самобытная группа русского и карельского населения на Бевом море. Дело в том, что русские и славянские племена, которые населяли территорию России, изначально больших выходов к морю не имели. Поэтому поморы уникальны, ведь они рыбаки и мореходы. Для России это несколько, так сказать, своеобразно, потому что большая часть населения жила очень далеко от моря. Ясак – это натуральный налог народов Сибири и Севера. Натуральный – это означает, что его брали не какими-то деньгами, а товаром. Как правило, мехом. Собственно говоря, огромное количество времени в течение целых веков именно мех был главным предметом торговли. Собственно говоря, если в 21 веке и в 20 веке Россия торговала нефтью в огромном объеме, то до этого Россия торговала мехом, и именно мех обеспечивал наполнение бюджета страны. Второе. Какие цели преследовали русские, осваивая земли на севере, востоке и юге? На севере земли осваивали не слишком активно, но, опять-таки, необходимость была в торговле. Именно выход полноценный к морю. Например, Иван Грозный, создавая Архангельск, закладывая город-порт, он преследовал именно торговую цель. Нужно было начинать полноценную, получить выход к морю и начать хоть какую-то нормальную торговлю с европейскими странами. Потому что остальные места, где можно было хоть как-то торговать, были слишком уязвимы, и их могли легко попросту захватить. Потом на севере тоже были кое-какие товары, которые вполне себе можно было активно продавать. На восток шли за мехом. То есть там был главный экспортный товар мех. Поэтому в Сибирь завоевывали именно для того, чтобы увеличить объемы товара меха. А вот на юг шли, чтобы избавить Россию от бесконечных набегов кочевников. То есть расширение по каждому направлению шло строго по своей задаче. На восток шли за мехом, на север для качественной морской торговли, а на юг шли для защиты от набегов кочевников. Третье. История свидетельствует, что многие страны стремились увеличить свою территорию. Как вы думаете, почему? Очень просто. Чем больше территория, тем больше самых разнообразных товаров, больше населения, естественно, что больше налогов, больше доходов. Здесь все очень просто. И только в 21 веке ситуация поменялась. В 21 веке большое количество населения, это уже скорее минус, чем плюс. Потому что автоматизация, механизация, они уже избавили от необходимости создавать заводы на 100-200 тысяч рабочих. Сейчас завод, на котором работает тысяча человек, это большой завод. Хотя еще при Советском Союзе тысяча человек на заводе, это была крошечная фабрика. Казалось бы, прошло всего 30 лет. Но посмотрите, какая гигантская разница. Там, где в Советском Союзе на заводах работали 10-15 тысяч человек, сейчас хватает от 500 до 1000 человек. И продукции производится столько же, при этом качество этой продукции еще и выше. То есть сейчас большое количество населения, это уже скорее минус, чем плюс. Почему продвижение на юг и запад происходило медленнее, чем на север и восток? Потому что на юге, там и на западе, были территории, которые приходилось завоевывать военными путями. А на севере и на востоке никаких особых противников абсолютно не было. Там были достаточно... Ну, на севере вообще практически никого не было. На востоке были достаточно примитивные сибирские племена, которые никакого существенного сопротивления не могли оказать даже достаточно малочисленным русским отрядам. А вот на юге, там кочевники представляли собой достаточно серьезную угрозу вплоть до 18 века. Какие проблемы возникали у государства при присоединении новых территорий? Эти территории необходимо было осваивать, прокладывать туда какие-то дороги, строить там города, причем города достаточно укрепленные. Обеспечивать эти территории продовольствием, то есть пересылать туда крестьян. А населения у Руси всегда было не слишком-то много. Да и не слишком горели желанием крестьяне просто так ехать в какую-то такую вот неизвестность. Поэтому это, конечно, делало освоение достаточно дорогим делом. Пользуясь картами, рисунками 11 и 12, выделите на современной территории России земли, присоединенные к нашей стране в различные периоды. Как вы считаете, есть ли какая-либо связь между временем вхождения территории в Россию и ее важнейшими характеристиками? Хозяйством, составом населения, социальным развитием? Другими словами, как менялась территория России в пространстве и во времени? Сделайте вывод. Ответ такой. Территорий, конечно, за время существования России было присоединено много. Но какой-либо существенной связи между временем вхождения этой территории в состав России и ее нынешним состоянием практически нет. Дело все в том, что в 20 веке многие ранее заброшенные территории очень активно осваивались. То есть, например, удобные для проживания территории Новороссии и Мовороссии осваивались в 18, 19 и 20 веке с невероятной активностью. Строились порты, дороги, железные дороги, огромные заводы. То есть, та территория получила колоссальное освоение. В то время как, например, территории севера, например, вокруг Архангельска, которые вошли в состав российского государства намного раньше, чем та же самая территория Новороссии, они и сейчас не слишком-то освоены. Там достаточно небольшое количество заводов. Хотя, конечно, дороги и железные дороги туда проложены. Но сказать, что эта территория хотя бы близко сравнима, например, с Донецкой или Ростовской областью, извините, в принципе, нельзя. Там намного меньше населения, потому что эта территория там намного менее комфортна для проживания. Поэтому между временем вхождения в состав и освоенностью с прямой связи нет. Прямая связь находится между тем, насколько комфортно проживание на этой территории. И чем проживание комфортнее, тем лучше освоенность этой территории. А когда эта территория вошла в состав империи, уже такого значения не имеет. Продолжение следует...